Несмотря на то, что лето в самом разгаре, а учебный год позади, 11-классники начинают постепенно готовиться к выпускным экзаменам и поступлению. Тем, кто уже определился с местом учебы и факультетом, но хочет потянуть свои знания, самое время прибегнуть к помощи репетиторов. Ведь чем выше подготовка к экзаменам, тем выше итоги тестирования, а это в разы увеличивает шанс поступления в желаемое учебное заведение. С этой нелегкой задачей, повышением уровня знаний, великолепно справляются специалисты учебных заведений, как высших, так и средних. Но, к сожалению, для родителей это вылетает в определенную копеечку. Любой труд должен оплачиваться, но репетиторы – это те специалисты, которые оказывают консультационные услуги по учебным дисциплинам и подготовке к централизированному тестированию. Сегодня действуют ставки единого налога в следующих размерах. В городе Бресте – 24 рубля, в Пинске и Барановичах – 22 рубля, в то время как в Кобрине, Березе, Ивацевичах и Лунинце – 21 рубль. В городах сельского подчинения и сельской местности репетиторам придется заплатить налог в размере 19 рублей. Они могут осуществлять свою деятельность по заявительному принципу, без регистрации индивидуальным предпринимателям. Для этого им необходимо будет прийти в налоговый орган по месту своей регистрации, подать уведомления, соответственно. В уведомления они будут указывать, какие виды деятельности они будут осуществлять. Ну и, соответственно, будет им присвоена ставка единого налога как репетитору. В случае, если они уже будут оказывать услуги по написанию курсовых работ, дипломных, контрольное выполнение работ, это уже надо регистрироваться индивидуальным предпринимателям. Тех, кто понадеется на пресловутую авось и рискнет оказывать репетиторские услуги в обход буквы закона, ждет наказание. Налог будет начислен в пятикратном размере и, конечно, не обойдется без административного взыскания в размере от 5 до 50 базовых величин. Поэтому во избежание пятна на репутации такой благородной профессии, как преподаватель, занимаясь аппетиторской деятельностью, уплачивайте налоги своевременно. Продолжение следует...